Новость о закрытии в Барнауле благотворительного фонда «Старость в радость» стала для многих неожиданной и печальной. Прежде всего, это оказалось ударом для команды, которая и осуществляла помощь нуждающимся в регионе. В социальной сети они разместили прощальный пост, где поделились своими эмоциями. Помогали и словом, и делом. На протяжении нескольких лет эти люди не жалели ни сил, ни времени. Они брали на себя реализацию самых разных программ фонда – от медицинской до психологической. Волонтеры-координаторы не скрывают – устали. Но к закрытию офиса все равно оказались не готовы. Отсюда и крик души в социальной сети. Что послужило причиной таких перемен, комментировать не стали. Прояснить ситуацию согласилась директор фонда. Основная причина прекращения аренды помещения, которое там было, складское и офисное – это наша возможность обойтись без этого, чтобы не дублировать функции и не тратить лишние ресурсы тогда, когда, очевидно, лучше все ресурсы тратить на прямую помощь пожилым людям, и инвалидам, особенно во время пандемии, когда помощи нужны кратно больше и больше. Кроме того, по словам Елизаветы, такое решение старикам пойдет на пользу. Новый формат, на который перешел фонд, позволил выйти на профессиональный уровень. Теперь помощь нуждающимся будут осуществлять специалисты. Любовь, внимание и общение по-прежнему в руках заботливых волонтеров. Нужно, чтобы продолжались встречи, поездки, общения в том формате, в котором это можно. А все, что связано с необходимым для нормального качества жизни, оборудованием, средствами ухода, дополнительным обучением сотрудников, лекарствами, реабилитацией, будет координировать каждое направление профильный специалист из нашего единого офиса. К слову, директор фонда уверяет, что это решение не было спонтанным. К такому формату они шли последние пять лет. И теперь, когда с плеч волонтеров сняли груз ответственности в виде закупки лекарств, финансовых сборов и прочих организационных обязанностей, у них появится больше времени на то, отчего у одиноких стариков на лице появляется улыбка.